Друзья, всем привет! Я продолжаю играть в City Battle и, собственно говоря, я тут решил пробиться повыше в дивизионах в рейтинговых боях. И я, собственно говоря, буду добавлять какие-то самые огненные каточки, на мой взгляд, то есть те, которые получились лучше всего, потому что, ну, есть, конечно, поражения, есть битвы, в которых, в принципе, неплохо сыграл, но смотреть там особо нечего. Соответственно, у нас сейчас с вами будет две каточки, в которых я начинал со снайпера и потом переключался на своего любимого бомбера. И давайте посмотрим, что из-за этого получилось, потому что вот они сегодня, на самом деле, были просто самыми смачными, но, естественно, получилось очень неплохо сыграть. Самое главное, на самом деле, на снайпере вот просто прочувствовать всю эту стрельбу. Нормально. Нормально. Просто прочувствовать стрельбу и все будет хорошо, потому что я уже, на самом деле, третий день на нем катаю, но в основном, естественно, не в рейтинговых боях. Тихо, а? Че? А, она стелепортнула, все хорошо, эта хилка была. Так вот, в основном не в рейтинговых боях, а в обычных, потому что, ну, тренироваться в рейтинговых боях это бред. Это будешь сливать и сливать. Ладно, погнали наверх, телепорт у нас с вами есть. Я тебя вижу. Зараза, я сейчас в этой ситуации в проложенном положении, потому что он, типа, меня тоже видит. Не только я вижу его подсвеченный контур, но и он меня видит. И, ну, кому-то не нравится вот этот узаконенный волхак, потому что это добавлено разработчиками, что это дело, да? Хорош. Нормально. Так. Но, как по мне, это тебе помогает, на самом деле, просто-напросто, как сказать, действовать более грамотно тактически. Потому что и он тебя видит, в принципе, твой контур, и ты его видишь. Естественно, видно не всегда. Видно только, когда ты его уже заметил. И какое-то время после этого, секунду, он его просто забили. Да ну! Ничего страшного. Че? Че сейчас было? То есть он все-таки ударом с неба меня забил, да? Ну ладно, 6 на 9 мы немножко отстаем, но это не страшно. Самое главное не забывать скидывать телепорты, чтобы всегда можно было, например, из вихря у бомбера выпрыгнуть или еще из какой-то такой сложной ситуации. Телепорт — это очень важно. Нормально. Нужно высунься. Черт! Портимся! Вот именно для этого телепорты и созданы, чтобы можно было из такой ситуации выбранность. 7 на 11. Фигня, проигрываем. На самом деле у них сейчас чел 30-го уровня. И это меня немножко напрягает. Потому что у нас никого такого высокоуровневого нету. Ну? Ладно. Да ну нафиг, а! Не мешайся! Ну? Камон! А, зараза! Вот этот как раз Сатослав, или как там он? Вот он 30-го уровня. 7 на 15. Проигрываем, блин. Давайте на бомбера менять, плевать. Давайте просто менять на бомбера, потому что так невозможно. Так. Спокуха. Спокуха. Это у нас штурм. Так. Господи, поджали меня. Нам плевать. Держи, ребят. Валим отсюда, их трое. Нормально. Они за мной идут? Зараза, они за мной идут. Да на! Опять это Сатослав. Понятно. Ну нет, он на самом деле очень классно играет. 15 на 0 у него. У него 15 убийств, 0 смертей. Обалдеть! Так, слушайте, нужно что-то делать. 7 на 20. Мы проигрываем. Это уже почти слитая катка. Ладно. Все, собрались. Нафиг. Больше не буду брать снайпера. Не знаю. Вот что-то вчера прям очень хорошо с него заходилось. Сегодня фигня какая-то. На самом деле, вот бомбер это мой самый любимый класс. То есть у меня лучше всего с него получается. Но я хочу и других тренировать, потому что, типа, нужно уметь за всех играть. Ну, хотя бы за нескольких персонажей. Давай их туда. Да, отлично. Телепортнулся. Вот именно для этого снайперу нужен телепорт, чтобы выскочить из вихря. Это очень классно. Так, ладно. Причем большинство других умений в телепорте не работает. Ребята, ребята. Есть. Ну же. Хорош попал. Что у нас? 12 на 23. Живем. Отлично. Лечимся, 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 лечимся. Лечение включается само, если кто не знает. У бомбера, у мелкий. Если, опять же, кто-то впервые видит эту игру. У бомбера он кидает гранаты на левый клавишу мыши, на правый клавишу мыши. Бомбы, которые, ну, как бы не отскакивают, прилипают к одному месту. Дальше на клавишу Q. Мы с вами кидаем вихрь, который затягивает себя противников. Не дает им пользоваться минимуми некоторое время. Плюс наносит немножко урона. Тихо. На клавише E у нас щит. Да ну нафиг, на тебе вихрь. Лови, сволочь, лови. Давай, 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 давай. Это был какой-то лак сейчас, видимо. Ладно, блевать. И на клавише shift у нас с вами полет. То есть это очень быстрое ускорение. Естественно, у нас с вами есть топливо. Соточка, вот как раз оранжевая полоса. И при помощи этого летаем. Но вот это место, на самом деле, вообще шикарное. То есть ты просто сидишь в уголочек, накидываешь гранаты, они отскакивают. Если туда кто-то запрыгивает. Тихо. Воу. Опять Сатослав. Ну ладно, он прям очень хорошо играет. 19 на 1. 27-16. Блин, так мы сольем сейчас. Ну ладно, все, давайте тащить. Буду поменьше разговаривать, побольше тащить. Погнали. Сразу наверх. Отлично. Отлично, минус 2. Да. Чтоб ты. Отлично. Нет, вот это минус 2. Хорошо. Ну просто звук такой был. Сатослава забиваем. Давай, давай, тут давай. Отлично, внизу. Есть, вихрь. Еще минус 2. Нет, один телепортнулся. Эта хилка, видимо, была, выпрыгнула. То есть, видимо, из вихря можно телепортнуться. Все остальное в вихре не работает. Ни лечение, там ничего другого. Ни атаки толком. Держи. Зараза, очень сложно, на самом деле. Че? А, он прям прыгнул в гранату, которую я ставил на поверхности. Он сам спрыгнул вниз и попал в нее. Да ну нафиг. Есть. Есть. Перемансил я его. Отлично дождался отката у мелки. Но это было круто. Я сейчас сам себя удивил. Лови. Летим за ним. Черт. Я не знаю. Кажется, я опять Сетослава забил, нет? Ну, кого-то точно забил. Одного из них точно. 27 на 32. Разрыв сокращается. Давай, погнали, погнали. Они все на первом этаже. Тихо, тихо, тихо. Видишь, что здесь творятся как раз штурмы? Они все пытаются вниз спрыгнуть и забить. 31-33. Выровнялись. Давай, сейчас откат. Две секунды. Одна секунда. Тихо. Сейчас нужно найти место, где много будет туда спрыгнуть и сразу вихрем. Не получается попасть. Блин, либо действительно только одного тренировать, чтобы прям на нем хорошо играть. Ну, давай. Хилка опять выпрыгнула. До свидания. Отлично. С рикошета кого-то снял. Черт. Кстати, вот этот щит, который я ставлю, если враг через него пройдет, он получит урон и замедлится. Это дополнительная умелка, которая покупается за внутригоровую валюту. Давай, 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 давай. Ну, ребят, добейте, ну, добейте. 37 на 34. По-прежнему проигрываем. У вас Сатослава 27 на 4. Жесть какая. Очень круто играет. Тихо. Что такое-то, а? Ладно, отходим. Чтобы сверху не спрыгнули. Все внизу. Все внизу, резко. Отлично. Вихрь. Накидываем. Шикарно. Еще один. Ну, Жен, давай. Где еще? 39, 37. Мы наконец-то ведем. Где они? Да черт побери, где они? Второй этаж. Вижу. Тихо, 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 тихо. Лови. Все, не уйдешь. Отлично. 41, 37. 38. 8. Обойдусь. Вон они. Сейчас, секунду. Влетели. Лови-ка. Опять хилку славил. Отлично. Ну же, ну же, ну же. Гранат больше нету. Ладно, вот такими. Тихо, 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 тихо. Пошел нафиг. Спасибо. Спасибо. Этого жмем. Не уйдешь. Есть, отлично. Ну же. Промазал. Промазал. Нужно наверх, срочно. Давай, ускорялку. Она опять спотнулась. 46 на 41. Я только что обратил внимание. 46 на 41. Быстро валим его. Что-то немножко подлагало чувака, видимо. Либо меня. Отлично, 47. Осталось 3 противника забить. Я в это просто не верю. Ну. Мой как раз внизу. Кстати. Усилялка. Она тебя всегда палит. То есть взял усилялку и спалился тем самым. Ааа. Зараза, не получается. Нормально, он промазал. Ну, кстати, вот этот штурман фигово играет. Сотослав гораздо лучше. Противника осталось. Давай, на. Хилка ушла. Все, победа. Фу, блин. Вот это настреляли, так настреляли. Ну, я вначале, на самом деле, действительно, как-то не зашел абсолютно со снайпера. И я вначале немножко дизмораль сам словил и думал, сейчас опять проиграем. Потому что у меня сейчас была одна победа, потом два проигрыша подряд. Я сейчас думал, сейчас опять проиграем. Ну, просто смотри. 29 убийств, 7 смертей у меня. У Сотослава 29-7. И, ну, повезло, что нас, кстати, Бекончик хорошо сыграл, тоже 26 на 10. Но я бы не сказал, что этот Рус Гамаш как-то очень плохо сыграл. Он просто, видимо, мне так попадался неудачно. И из-за этого его постоянно разваливал. Это прям действительно очень хорошо сейчас получилось. Погнали еще разик. Ну вот, 3 на 3. И Рус Гамаш за меня играет. Прикольно. Сейчас попытаемся все-таки за снайпера побегать. Потому что карта центра связи. И я думаю, что вот здесь вот будет лучше всего. Если не будет получаться, то, естественно, быстренько поменяем обратно. Так, у нас с вами два, получается, тяжелых. Один пулеметчик, второй огнеметчик. Но не огнеметчик, а поджигатель. Ну, тут... Может быть, я и не прав был по поводу карты. По поводу того, что здесь хорошо снайперам. А может быть, просто руки кривые? Я не знаю, может быть, я не рожден, чтобы снайпером играть. Да коробка дурацкая. Да ну, нет, нет. Фух. Телепортнулись оттуда, нормально. Нет, то, что все-таки у снайпера есть телепорт, это просто шикарно. То, что он спасает задницу вот раз за раз. Че? Да ладно. Он меня что, преследовал, что ли? А, ну, в принципе, я уже видел, куда я телепортался, скорее всего, контур, да? Понятно. Два на один. Мы пока что проигрываем, но так не сильно. Фиговый кинул. Ладно. Если сейчас не будет идти, сразу переключаемся два на два. Нормально пока что. Тихо. Да ладно тебе! Да камон! Раз. Высойте. Хорош. Хорош. Но, типа, не знаю, снайперам тут... С какой-то стороны сейчас сложно будет, потому что у них два бомбера, они очень быстрые. И, опять же, диверсант, он тоже может очень хорошо выпрыгнуть, потому что у него есть телепорты. Можно, но сложно. Это прям нужно прям очень четко стрелять. В задницу. Просто меняем на бомбера. 21 на 22. Было 21 на 21 только что. До этого 21 на 20. Мы сейчас немножко стали проигрывать. Давай. Отлично. Они еще взяли... Да ну нафиг, лови! Есть! Вырвусь, не вырвусь. Полетели отсюда, полетели! Они еще просто взяли штурма, и мне вообще невозможно попадать стало. То есть я буквально там 6 килов накидал. Усилитель. Есть! Летим. На, лови. Шикарно. До свидания. Вот он меня постоянно догонял, и снайпер у меня гастил гад. Сейчас будем мстить. Сейчас просто будем мстить. 25 на 30. Вон штурм. Штурм прям хорошо играет. Тихо. На кате есть. Попал. Держи еще разик. Я же сказал, что будем мстить. Так. Кстати, когда включается усилитель, такой непривычный обзор, то все красное. Сложнее ориентироваться как-то сразу становится. Подожди, подожди. 27-24. Нормально. Догнать. Догнать. У меня топливо кончилось. Привет. Подожди. Подожди. Вот тебе мой вихрь. Зараза. Меня все-таки забили. 27-25. Нормально. Живем. Но я бы не сказал, что у нас команда хорошо играет. Так, в общем. Нормально бы игроки нас уже порвали бы 10 раз. Нам просто везет, что противники тоже слабые. Вот, отлично. Ну же. Тихо. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Есть. Догнал. 29-25. Все, победа. Ну, ладно. Не, на самом деле это сейчас получилось гораздо хуже, чем предыдущая катка. Но даже сыграть получилось хуже. Ладно, ничего страшного. Давайте, наверное, на этом этот выпуск завершим. Надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре. А даже другим играм. Удачи. Друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске. Я для него постараюсь подобрать еще парочку классных каток. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...